В галерее современного искусства система Гэллери новый этап развития. Там открыли второе здание с огромным залом, лекторием и хранилищем. Сейчас на новых и старых площадях представлены сразу две выставки. Чем вдохновлялись художник и организаторы, расскажет Александр Панина. Далекий космос стал ближе. В новом выставочном пространстве галереи современного искусства системы Гэллери открылась выставка Растана Тавасиева, астероиды и кометы. В соседних залах, уже зарекомендовавших себя, экспозиция планетарной туманности. У галереи концепция заключается в сменяемости выставок. Мы открываем новое пространство, новую главу выставкой про космос. Объекты искусства в космическом пространстве – это тот масштаб, апофеоз всего, что может желать человечество создавать. Работает часть большого проекта «Каталог произведений искусства в космическом пространстве». Первый том одноименного издания выпущен к открытию выставки. Идеи на стыке искусства и науки нашли поддержку одной из ведущих компаний цифровой отрасли – «Ситроникс Групп». Она не только развивает сервисы на основе космических данных, но и поддерживает просветительские и образовательные проекты. Занимаемся оснащением лабораторий, учебных детских центров, оборудованием для космического развития и космического образования. Этот проект своим нестандартным взглядом на космические технологии, мы считаем, что может вовлечь молодежь и привлечь их к отрасли. Технологии, наука и искусство, по нашему мнению, неразрывно связаны и вдохновляют друг друга на развитие. В экспозиции более 30 живописных работ, 20 листов графики и серии скульптур. Для посетителей работают лектории, для мастер-классов, встреч с художниками, кинопоказов и открытое хранилище произведений искусства. Увидеть работы Растана Тавасиева можно до 17 ноября. Александра Панина, Николай Карбанов, Роман Донской, Саркист, Саркисян, ТВ-центр.